С вами сегодня Ольга Кудрявцева. Добро пожаловать на наш канал в студии изобразительного искусства вместе Пашкина и Виктор Алексеевича. И сегодня я хочу показать вам небольшой мастер-класс, проводя также параллельно свои занятия. Сегодня у нас занятие по рисунку. Я хочу показать вам построение восьмигранной призмы. Давай пожаловать. Перед нами фигура восьмигранник. У восьмигранника, что у нас интересно, у него четыре грани по вертикали, получается четыре по диагоналям. То есть, если разложить его в простую фигуру, то мы сейчас сначала для начала сделаем из него прямоугольник. с четырьмя гранями. Вследствие, потом мы отрежем лишнее и добавим то, что нам необходимо, потому что сразу построить его будет тяжеловато. Что я делаю сначала? Я просто намечаю, делаю прямоугольничек. Вот это у нас в любом случае будет вертикальное прямо. И мы можем предмет теперь померить. Взяв нижний наклончик предмета, мы его померим. Это я уточняю наклон. Еще разочек. совпадает. Как мы можем померить предметы? Так как у нас это уже будет несуществующее, грани предмета мы их отрежем, у нас остаются только серединки. Мы можем, соответственно, предмет померить по серединке. Полностью в локте вытянув руку, как мы так обычно делаем, в центре предмета. За трех один глаз я его измеряю. И откладываю свой набросок. Ну, примерно увеличиваю его, скажем, один и одна треть, чтобы он был не крупный и не маленький. Теперь можно взять верхний наклон. Запомнили. Отчеркнули линию. Еще разочек. Проверим сюда. Запомнили, отчеркнули. Теперь мы можем померить вот эту серединку по наклону предмета. И отложим ее, соответственно, в один и одну треть. Ну, примерно где-то здесь. Вот эта линия будет вертикально. Дальше. Теперь что мы с вами сделаем? Теперь мы его поделим пополам. Порежем. Почему? Потому что нам придется откладывать ребра. Здесь, здесь, здесь. Четыре ребра. Для этого мы с вами с небольшой перспективой, то есть отступаем от центра. Ближе больше, дальше меньше. Ориентировочно проводим осевую по вертикали. Лишние потери. Линию уточняем. Немножко я многовато взяла, чуть поменьше, но в любом случае центр будет находиться с перспективой. Также мы сейчас возьмем по горизонтали серединочку, но здесь уже у нас будет четко пополам, по вертикали, потому что здесь нет перспективного сокращения, поэтому у нас будет центр четко в центре. Ну и здесь, соответственно, тоже. Примериваем. Так половиночка, так половиночка. Совпадает, значит центр нормальный. Определились. Уточнили. Стерли. Давайте измерим длину предмета. Опять тоже по середине, потому что вот эти углы у нас они как бы не существующие. Мы для удобства построения просто себе придумали, заключив форму прямоугольника. По наклону. А, наклончик возьмем для начала. Да, обязательно. наклон предмета. Заполнили. Отчеркнули. Еще раз. Чуть-чуть ниже. То есть здесь, конечно, очень важно брать наклоны правильно. Иначе, чем сложнее геометрическая фигура и неправильно взятые наклоны, они развалят все ваше построение. То есть здесь нужно мерить пропорции и очень точно брать наклончики с натуры. Так, примерно это будет выглядеть так. Но пока намечаем остальные. Давайте померяем расстояние по центру предмета. По его наклону. И отложим один. Засечка. Одна треть. Одна треть. То есть это вот так. Где-то будет в этом районе. Теперь мы что знаем. Его длину можно взять наклон дальнего ребра с натуры. Проведя через эту точку. Уточним. Все. Соединяем ребра. То есть строим уже полный, абсолютно полный прямоугольник. За вертикаль хорошо держать край листа быта. Бумаги. Вот эта бумага у нас обрезана ровно. И эти линии между собой, они должны быть параллельны. И дадим небольшую перспективу, уходящую вправо. Вот у нас. Есть. Туда. Сокращение перспективы. Так. И также тело предмета режем пополам. То есть мы простраиваем предмет насквозь и режем его пополам. Эта линия тоже будет у нас вертикально. Это дальнее ребро. Намечаем его. Проводим нижнюю плоскость. Ну, пока я так ее просто мучаю немножко. Сюда, туда, чтобы у нас была нормальная перспектива, уходящая вот между вот этими линиями. К линии горизонта уходящая. И между, соответственно, вот этими линиями, идущими, так сказать, в одном направлении. То есть вот мы строим его в перспективе. Сейчас мы расчертим, так сказать, его пополам. Весь. По серединкам. По осевым. И на этом основная, заключительная часть самой большой работы будет сделана. Потому что дальше будет проще откладывать ребра. Умереть и откладывать пропорции ребер. Так. Проверим. Перспективу. Есть перспектива. Есть перспектива. Ну, остальные линии. Если где-то что-то кривовато, мы потом это все поправим. И серединочку нижнюю. Мы метим. Так. Если у нас все правильно промерено и хорошо взяты наклоны, то нам останется только померить ребра и отложить, так сказать, здесь перевести перпендикулярно плоскость. Здесь с небольшой перспективой опять от средней линии. Меряем. Ребро. Верхнее. У меня было... Я откладывал 1,1 треть, значит, в разные стороны. Вот один. Ну, и 1 треть там будет примерно чуть побольше. Сейчас я это уточню. Вот от этой точки должно быть 1,1 и 1 треть. Ну, чуть-чуть еще побольше. 1 и 1 треть. Да. Да. Вот это будут пропорции верхнего ребра. Уже от серединочки вертикальной вот этой я откладываю равное количество раз, не с перспективой, потому что мы здесь уже в самом теле предмета уже дали вот это смещение по перспективе осевой линии. Здесь я буду откладывать одинаковое тоже количество раз от середины. 1 и 1 треть. Ну, примерно... Так. Сейчас посмотрим. Получается у нас 1 и 1 треть. Так. И эти одинаковые должны быть расстоять. Да. То есть это примерно будет вот такое ребро. Теперь опускаем перпендикулярно плоскость, находим нижнее ребро. Здесь тоже самое. И вот это ребро с перспективой. Можно, конечно, померить то, что вы видите. Можно методом переноса сделать то же самое. Смотрим, есть ли у нас перспектива удаленности. Ребер немножко не хватает. Сейчас добавим. Так, проверяем. Так, есть перспектива. Теперь нужно еще, чтобы у нас серединочка не уехала, проверяем здесь расстояние. Так. И расстояние так. Уточняем линию. Лишние линии сразу подтираем, чтобы они нам не мешали. Теперь, если мы здесь все правильно отложили, то у нас должны совпасть наклоны вот этих ребер, которые я сейчас возьму с натуру. Так, здесь совпадает. Проводим. Вот это ребро. Сейчас еще раз точно. Вот это ребро. И вот это ребро. Как мы говорили в начале, у нас получается две крестообразные формы. То есть это вот одна крестообразная форма, а еще у нас существует вот такая крестообразная форма. И теперь, чтобы нам убедиться в правильности своего построения, мы возьмем наклоны между вот этими ребрами. То есть, грубо говоря, по диагонали. И сравниваем вот эти точки и провожу эти наклоны. Вот это совпадает. Получается две крестообразные формы, то есть четыре ребра так и четыре ребра вот так. Совпадают. Проводим. Теперь вот эти ребра. Не ребра, а эти линии, которые у нас отвечают за диагональный крест. Если все у нас хорошо и построение правильное, то у нас получится общая серединка по пересечению. Что это такое, сейчас я объясню. То есть, точки центра находятся, видно, да, как они у нас пересекаются эти линии в центре. Ну, тут немножко там миллиметр, это можно все подогнать. Если они не пересекаются по центру, значит, где-то что-то, ну, может быть, немножко неправильный наклон или немножко неправильной пропорции. Вот это такое основное построение первой плоскости. Теперь нам нужно построить дальнюю плоскость по такому же принципу. Здесь мы делаем метод переноса, потому что так будет проще. Мы ребро переносим условно по горизонтали с перспективой сюда. Просто сначала то, что видим. Сюда. Я так легонечко совсем намечаю. Вот. И смотрим расстояние чуть-чуть подальше. Дальше. Здесь мы забыли поделить серединочку поделить. Сейчас мы поделим в горизонтале. Посмотрим пропорции. Это должно совпадать немножко повыше. Так. И дальше методом переноса перенесем оставшиеся ребра. Вот это ребро. То есть это где-то будет здесь. Это будет где-то здесь. А что я могу еще сделать? Я могу просто с натуры померить видимые ребра эти. Давайте померим. Один и однокреть. Один и однокреть. То есть тут, если все грамотно, то можно уже не мерить. Если сомневаетесь, то можно уже померить еще разочек. Уточняем линию. Так. Можно центр себе провести. Серединочку разреза по горизонтальной плоскости. Можно не делать. Это принципиально важно. Так. И нам осталось также методом переноса сделать вот эту крестообразную конструкцию на дальние плоскости. опустили перпендикулярно плоскость на нижнее ребро, которое мы не видим. Чуть-чуть кривовато. Капельку выпьем. Так. Смотрим. Все ли у нас хорошо. Да. Здесь все нормально. Определились с нижним ребром. Определились с верхним ребром. Определились с боковым ребром. И теперь можно его перенести с небольшой перспективой. Самое последнее ребро вот этого вертикального таска и креста. То есть это где-то будет вот здесь. Так. Смотрим перспективу ребер. Дальнее должно быть самое маленькое. Да, у нас есть такой момент. Закон перспективы. Ближе больше, дальше меньше. То есть вот это вот у нас получается дальнее ребро. Что теперь немаловажно. Ребро боковое переднее, ребро боковое дальнее должны быть под одним наклоном. Так. Это соответствует вот этому. Вот это ребро соответствует вот этому. И это соответственно сюда. Теперь мы также можно провести диагональный крест. Можно не проводить. То есть здесь если все в общем-то в принципе было неплохо по передней плоскости, то по дальней должно быть тоже нормально. Давайте приведем легонечко сюда, легонечко сюда. И опять проверим свой центр. То есть вот эти точки должны быть на месте пересечения диагональных линий. Должен быть центр осевая предмета. Вот эти точки наши. Ну в принципе по большому счету это все. Теперь нам осталось только подтянуть ребра. Все. Посмотреть перспективу уходящую, чтобы они все эти линии должны быть с небольшой перспективой в ту сторону к линии горизонта и здесь между собой в ту сторону к линии горизонта. Подтягиваем нижние ребра. Так. Здесь, здесь, здесь и последние ребра. На этом построение практически закончено. Зачем еще можно посмотреть? Перспектива ближнего края. То есть ближе больше, дальше меньше. Если вот это большее расстояние, потому что оно к нам ближе, это дальше меньше. Соответственно это ребро больше, это меньше. Это ребро больше, это меньше. Тут миллиметры конечно, но это тоже немаловажно. Теперь нам осталось сделать линейный объем. То есть показать, что к нам было ближе всего. Для этого мы такой жирненькой, темненькой линии выделяем ближние к нам ребра нашего предмета. Показывая линейную перспективу. Линейный объем. Дальше линии чуть становятся полегче. Так. И в соответствии с этим ребра по телу предмета. Ну и немножко могут быть у нас там жирновато чуть-чуть. Но это все можно подтереть и совершенно спокойно сделать их потоньше. Потому что человек не робот, он сразу прямую линию идеально ровно от руки на глаз провести, но не в состоянии. Очень надеюсь, что вам сегодняшний мастер-класс понравился. И пожалуйста, не забывайте ставить нам пальчики вверх. А также подписывайтесь на наш канал. Нам будет это очень важно. И самое главное, особо приятно. Всех с наступающим Новым годом. Желаю удачи. Субтитры сделал DimaTorzok